Новый год без пожарных хлопот. Под таким названием в Белгороде прошла акция сотрудников МЧС. В ее ходе специалисты наградили тех, кто к праздникам безопасно украсил свои частные дома иллюминацией. Все подробности у Виктора Палькова. В преддверии Нового года жители Белгорода украшали дома, деревья, электрическими гирляндами и игрушками. И важно, чтобы все было не только красиво, но и безопасно. Сотрудники МЧС и Всероссийского добровольного пожарного общества определили, кто лучше всех справился с поставленными задачами. Видел уже и много красивых огонечков и шариков. И там еще снеговичок красивый у нас наряженный. Дед Мороз дело молвит. Все мы знаем, как жители Белгорода украшали город к новогоднему торжеству. Фасады жилых домов все в огнях, деревья в шариках. Иллюминации особое внимание. Даже, казалось бы, обычная неверно использованная гирлянда может привести к печальным последствиям. В ходе рейдов нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было. Пожаров по причине неисправности электрооборудования, внешних именно украшающихся элементов не было. Но накануне в Виделевском районе трагедия все же произошла. В пожаре в частном доме сгорела женщина с ребенком. По предварительным данным, причина возгорания – аварийный режим работы электрической гирлянды. Так что проверка безопасного использования приборов – не каприз сотрудников МЧС, что прекрасно знают жители улицы Сумская, которые отлично справились с задачей нарядно и безопасно украсить свои подворья к праздникам, за что и получили заслуженные награды. Спасибо, что мы живем на этой улице! Обращали внимание на безопасность, смотрели каждое подворье, чтобы было все возможное, чтобы не случилось пожара. Для белгородцев в канун Старого Нового года сотрудники МЧС, ВДПО, представители городской администрации устроили праздник. С Дедом Морозом, артистами и, конечно, варениками и другими вкусностями. Щедрый вечер удался. Виктор Апальков, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.